И так, ну что ж, ареру, мои маленькие любители, покушать, и это последняя серия Minecraft Mars. Я знаю то, что у меня осталось два измерения, но, к сожалению, это будет последняя серия, в которую мы как раз и отправимся в одно из последних этих измерений. Проведя небольшое время на форумах Divine RPG, я выяснил, что оказывается здесь не работает одно из финальных измерений, в которые можно было бы попасть, поэтому, к сожалению, нам доступно только одно из двух измерений финальных. Насколько я правильно помню, он называется Мортум, и как раз для него и для этого изменения мы крафтили вот эту вот кровать. Я в курсе, я знаю то, что в моде Divine RPG есть еще куча разнообразных боссов, которых мы могли бы убивать, но поскольку большинство из них полностью бесполезно, я, к сожалению или к счастью, делать этого не буду. Здесь я себе построил небольшой домик, в котором и планирую располагать вот эту вот кровать, и отправляться именно в измерение Мортума будем с помощью этой кровати. Но, как мы можем понимать, отправиться мы туда можем, только если будет абсолютно темное пространство, и только в таком случае кровать сработает. Я лишь беру два камушка, и это единственный способ, который я знаю, сделать абсолютную теплоту в этом месте, и мы ложимся на кровать в Альхея Портал. На всякий случай, я сделал себе здесь Spawn Poet, на всякий случай пусть он будет. Давайте исследовать, что это вообще за измерение. Насколько я знаю, оно не самое интересное вообще, которое можно здесь представить. Надо бы им сейчас себе немножечко блоков, чисто для строительства. Дерево я могу срубить, хорошо, давайте пока и будем. Насколько я знаю, это не самое интересное измерение, которое могли бы посетить. Пугался я, пьянт. Я так буду слишком долго тебя тыкать. Так вот, я не знаю, кто именно за это измерение, зачем оно нужно, но, насколько я знаю, оно практически неинтересное, ну, как практически, от слова совсем. Здесь нужно постепенно подниматься по этажам, допустим, с этого на тот, с того на тот, и так выше, пока не надоест. Но это так нудно, так неинтересно, и по факту все заключается только в фарме. И все упирается в определенный фарм, и мы попробуем с вами здесь побегать, пока не надоест, конечно же, и после этого будем пытаться мы с вами как-то перейти дальше по уровням. По идее, тут должен быть какой-то торговец, с которым я должен поторговаться, например, вот в этом домике, я честно не знаю об этом мнении вообще ничего. И мне, если честно, не очень-то интересно здесь как-то путешествовать, меня очень отталкивает почему-то. Я пытаюсь вот идти вперед, мне не дает играть. Это очень странно, почему так? Привет, голодный? Ага, здесь как раз и выпадает еда и инструмент. Хорошо, а где вот это вот вещички взять? Еще я вижу кучу-кучу разнообразного инструмента, допустим, и все? А как мне эти перлы залутать? Мечи, здесь, я так понимаю, могу проапгрейдживать свое оружие, хорошо. Почему я не могу нормально управляться? Почему я иду в одну сторону, а у меня идут в другую? Давай попробуем тебя рукой забить. Это, по-моему, ересь какая-то. Вот да. Броня выпала, жестко. Насчет брони я не ожидал. Нет, броню, пожалуйста, мне отдайте, она мне нужна, еще и пригодится. Что? Тут кто-то невидимый меня дамажит. Вот в чем делать. Как же тут невыносимо. Меня начинает бесить все то, что здесь происходит. Сходит, кто вы такие? Вот я сейчас не нажимаю абсолютно никаких кломбок, и меня уже колбасит. Я не понимаю, почему меня двигает в разные стороны. Давайте, ребят, с вами договоримся об одной маленькой вещи. Я в этом изменении меньше 10 минут, и оно меня уже начинает дико бесить. Давайте с вами так договоримся, что если я здесь нахожусь полчаса и не продвигаюсь ни на секунду, то мы просто скипаем и переходим к прощанию. Опа. Так, перлики я с тебя забрал, это хорошо. Один перлик всего? Да. Это будет долго. Не видимо, я драться не хочу. Да за что? Что не так с гравитацией в этом месте? Почему меня так колбасит? Я убил невидимого у кого-то. Хорошо. Две эссенции. Но две эссенции это все равно что-то маловато как-то. Так не кажется, что не так... Для того, чтобы мне нормально сражаться, мне нужен хотя бы меч, да? Но здесь я меча не вижу. Зато здесь есть топор, и он стоит 10 из всех глаз. То есть 10 монстров, грубо говоря. Офигенно. Просто фарм ради фарма. Так, загадочный мужик, привет. У тебя ничего не выпало. То есть зеленые эссенции выпадают только с мобов, которые что-то делают. Так. А вот ты, Челик, мне понравился. В принципе, я тебя убил и очень сделал это быстро. Хорошо, если я попробую найти кого-нибудь еще. Если бы мне еще давали ходить нормально. То вообще было бы шикарно. Нет. Это до свидания сразу. Просто до свидания измерения. Можете принимать меня за слабака, конечно. Но я реально психанул. Меня убивают там за две тычки. Я не могу сделать ничего монстрам. Все вещи, которые у меня были, остаются в этом измерении. И что я там забыл? Зачем я там нужен? Непонятно. Зачем, в принципе, это измерение мне нужно? Что оно мне дает? Тоже непонятно. Давайте просто так с вами, ребята, договоримся. То, что мы собираем под этим видео 25 лайков. И я выпускаю дополнительный ролик после финала. То есть после этого видеоролика. В котором мы просто с вами берем и идем в это измерение. Да, я буду там страдать. Я буду много там страдать. Буду постоянно умирать. И если вам нравится и хочется моих мучений, то цена вопроса 25 лайков. В принципе, данные видеоролики никогда не набирали столько. Так что я надеюсь, что никогда этого не произойдет. И все будет отлично. Но вообще, как я и говорил, я хочу немножечко уже завершить этот цикл видеороликов по Майнкрафт Марсу. По моей собственной сборочке. Потому что, в принципе, все то, что можно было сделать, все модификации, которые были здесь, они, в принципе, были уже давным-давно выполнены. У меня здесь основные модификации были Галактикрафт и Майнкрафт Марс. Из Галактикрафта у нас есть ракета, которая способна улететь на любые планеты, которые у нас здесь доступны. Она у нас полностью сейчас загружена. И мы можем взять и полететь на любую планету, которая только у нас доступна в Солнечной системе. Мы, конечно, не были еще на Луне. Я понимаю это прекрасно. И мы не были еще на стероидах, которые тоже доступны. В принципе, я думаю, то, что туда можно будет сейчас нам и слетать. Почему бы и нет, это очень даже хорошая идея. Что мне нужно будет с собой? Заправщик, железная бочка и энергия. Все это у меня есть, и мы можем отправляться. Сейчас просто берем, посещаем те измерения, которые еще не посетили, и можем отправляться. Это, по-моему, всего за всю игру второй полетной ракете, который нам доступен. Так, у нас доступны есть Венера, обычный мир, Марс и астероиды. На обычном мире мы слетаем, пожалуй, на Луну. Это самое первое измерение, которое доступно с помощью мода Галактикрафт. Здесь мы прилетаем на таком спасательном шлюзе. Его было бы видно, наверное, если бы мы приземлялись и ночью. Но когда мы приземлились, его произведем получше. Как раз примерное строение, которое реально существует, оно как бы здесь и есть. Насколько я знаю, Аполлоны приземлялись на нечто подобном, как мы сейчас это делаем. Нужно постоянно снижать скорость, чтобы не разбиться в край. И все, мы приземлились. В принципе, эта Луна ничем таким кардинально новым не отличается от Марса. Ну, планета и планета. С исключением одного маленького и важного нюанса, зачем я сюда и прилетел, я хочу попробовать найти здесь, да, деревню. Деревня на Луне. Мне жалко, что разработчики не добавили чего-то подобного на Марсе, хотя там было бы логичнее. Но зато мы здесь можем наблюдать уникальное для Луны существование. Здесь есть жители, которые тоже торгуют определенными вещами. У них вместо изумрудов какие-то лунарные сапфиры, которые тоже находятся в качестве ископаемых только на Луне. Здесь можно найти вещи, которые вдруг что у нас закончилось. И воспользоваться ими в случае чего. Также чтежи какие-то, ну, в общем, кучу бесполезного хлама на самом деле, если так быть по-честному. И просто, да, это вот такая вот деревня, да, она здесь есть. И как бы она вот здесь вот есть. Я прекрасно понимаю то, что я сюда прилетел только для того, чтобы посмотреть, да, она есть и все. В принципе, на этом с Луной можно закончить. Тут есть подобные данжи, которые мы с вами проходили в марсианском прохождении. И тут также есть ос, но по уникальности он очень уж такой себе. Так что я думаю, на этом можно смело забить. Так, топливом я сюда заправил с помощью кондуита. Энергию я сюда предоставил. И все, можно заряжать ракету. Мне еще хватит на один полет ракеты. Поэтому придется, я думаю, даже вернуться домой. Сейчас и только после этого полететь куда-нибудь на строе. Давно я не играл с модом Галактикрафта и даже не подумал о такой простой вещи, то что может как-то закончиться здесь топливо. Это очень странно на самом деле. Ну, допустим. Все, мы отсюда взлетаем. Пожалуй, сейчас мы летим на Марс, а с Марса уже будем куда-нибудь в другое место лететь. Чтобы на всякий случай не оказаться в такой ситуации, что у нас на какой-то планете не хватит просто топлива, и мы не сможем оттуда с вами вернуться. Потому что так может быть очень даже легко, и мы ничего с этим не делаем. Вот мы и на Марсе. Причем то, в чем мы приземляемся, очень на самом деле реалистично. Поскольку примерно в таких же аппаратах спускали на Марс космические корабли, космические аппараты. С одним исключением, то что они все были беспилотные. Таким образом, они просто скидывали сюда, и там были какие-то датчики и научное оборудование, которое позволяло производить разного рода изучение. Так все, зарядка пошла здесь, а ракета пока что будет заправляться. Я тут подумал, решил на всякий случай, на всякий случай, я сделаю себе порталы. Вдруг что случится, и я не смогу оттуда вернуться. Я наделал здесь себе телепортеров. В принципе, в хабе, я думаю, их разместить очень хорошая идея. Так, по идее, этот портал называется Дом-2, и сюда я буду прилетать с различных планет. У меня здесь есть еще три гипотетических портала на три гипотетические планеты. Мы садимся сейчас в ракету, и получается, можем лететь куда угодно, ведь у нас есть куда угодно порталы, в принципе. Так, у нас здесь есть еще Венера и астероиды. В идее, Венера и астероида как раз и открываются, если бы мы играли по ванильному галактикрафту. И они бы у нас как раз и открылись после изучения Марса. Астероиды, насколько я знаю, это просто куча много разных планет. Не то, чтобы они были какие-то разнообразные. И весь прикол этих астероидов только в том, что они напичканы разнообразными ресурсами. С дома у меня законнектилось. Летим просто сейчас по путешествиям по астероидам. Насколько я знаю, здесь просто должна быть куча разнообразных ресурсов. И эти ресурсы можно полутать, можно их как-то заполучить себе. Тоже с железа, тоже с золота, там алюминий, куча всего интересного. Но, так как мы эти ресурсы выращиваем у себя на Марсе, по факту это нам бесполезно. И все это, в принципе, изменение нам по факту бесполезно. Ну, не знаю, возможно это интересно, возможно это кому-то надо. Но, по большей части, все это измерение, это вот такие вот сплошные пустые острова, которые ничем не заняты. И нужно это кому-то? Не знаю. Да, интересно, но, насколько я знаю, прям совсем чего-то сверхординарного здесь нету, к сожалению. Поэтому мы просто берем сейчас с вами и отправляемся обратно домой. Ракету я себе забрал. Так, теперь этот портал я от того портала отвязал. Теперь снова здесь размещаю ракету. Мы с вами полетим на последнюю планету, на Венеру. Там, насколько я знаю, есть токсичные дожди. И это единственное ее отличие от Марса, Луны и прочих подобных измерений. А как защищаться от токсичных дождей, вот, к сожалению, вот чего не знаю, того не знаю. Старт ракеты. Мы входим, получается, в плотные слои Венеры. И у нас есть небольшой слой разогретых ионов на гигантской скорости. И, судя по показателям температуры, мы приближаемся к какой-то полной жопе. Ведь у нас очень плохая термоизоляция для этого измерения. Что я сделаю с другой стороны, да? Ааа, эээй. Я заступил. Можно было сделать термоизоляцию из дэш-стали. А я этого не сделал, к сожалению. Из-за этого у меня сейчас будут проблемы. И, возможно, у меня будет сейчас урон. Но я думаю, что мы отсюда уйдем быстрее, чем я что-то успею здесь делать. Здесь очень токсичная атмосфера. Как я и говорил, здесь кислотные дожди. И вот меня уже начало дамажить. Лава, да. Ну, соответственно, все здесь плохо. И если бы мы как-то развивались дальше в моде Галактиграф, то, возможно, Венера была бы промежуточным этапом между какими-то следующими планетами. Но так как мы просто здесь вот посетили, да, узнали. Токсичные молнии, очень серьезные дожди. Все это безумно интересно. Но, к сожалению, не в этот раз. Поэтому, пожалуй, просто улетим отсюда. И больше никогда не вернемся на Венеру. Зачем там находиться, я не понимаю. Возможно. Возможно. Там и стоит находиться, но я не знаю. В принципе, да и зачем. Ну, а теперь я с уверенностью могу сказать то, что мы с вами посмотрели все, что есть в этой сборочке. Я хотел здесь нормальный прописать сюжет, как-то постараться. Но, к сожалению, отсутствие свободного времени не позволило мне это сделать. Но я бы не сказал, что сборочка получилась какой-то скучной. Она получилась безумно интересной. Мы с вами рассмотрели два таких гигантских глобальных мода, как Диван РПГ и Галактикрафт. Я напоминаю тот факт, что если вы хотите посмотреть на мои мучения, как вы это любите, то все в ваших руках. Ну и на такой прекрасной ноте, пожалуй, мы будем прощаться с этим прекрасным и удивительным миром. Пожалуй, я буду считать то, что в последний раз. У меня уже запланирована парочка идей, какую именно лучшую сборочку сделать в следующем прохождении. И если у вас есть свои идеи и свои предложения, то, пожалуйста, оставляйте об этом комментарии. Я с удовольствием почитаю их и, возможно, прислушаюсь. Ну, а в таком случае, наверное, пожалуй, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Спасибо этому безумно классному и безумно интересному марсианскому миру. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.